Привет, друзья! Вот такой интересный ко мне критический текст написали там под роликом, что метод Ключ Хаса Алиева, три вопросительных знака, это обыкновенная динамическая медитация, известная на Востоке не одно тысячелетие. Это Алина Винер пишет. Вы просто скопировали эти идеи и приписали себе лавры великого изобретателя. Но очень хотелось, видимо, прославиться, дать новое название старому явлению. Вауля, ты гений. Кто не может сидеть неподвижно в позе лотоса, может медитировать и двигаясь плавно и ритмично, главное остановить поток мыслей. Обычная ходьба даже подойдет, если наблюдать за телом, таинци цюань туда же. Можно просто делать плавное, медленное движение рукой, и вы уже там, где надо. Отвечает ей наш Владислав Орлов. Ключ в подходе, а не в конкретных приемах. Принципы ключа. Подбор индивидуальных действий путем перебора. По критерию скорости автоматизации начатого действия и их многоцелевого применения. Видимо, она не в курсе, она, видимо, не смотрела ролики. Яна Саворская и отвечает, сколько экспрессии. Но вы и на основе древних методов создаете что-нибудь. Кто мешает? Сейчас уже создать абсолютно новое практически невозможно. Вопрос. Почему у вас такая буря возмущений? Потому что слабо собой. Да. Алена Винер. Владу Орлову. Главная цель всех этих танцев с бубном – это остановка ума, потоком мыслей. В буддизме и у йогов Индии изложены разные методы. Каждый может подобрать себе подходящие именно ему и чередовать их. Можно сидеть и созерцать пустоту, свое внимание. Можно созерцать свои мысли, можно созерцать свое дыхание, можно созерцать свое тело в движении. Но нашелся один умник, Урфин Джуз, который заявил, вот вам еще надо выяснить, какие движения тела подходят именно вам. Назначил себя автором методики. Начал писать про это книги и продавать семинары за деньги. Я могла бы тоже себя назвать великим изобретателем, автором методики «Золотой ключ», начать писать книги и продавать свои вебинары за 100 долларов. Не, не хочется никого обманывать. Поэтому открою вам великую тайну прямо сейчас и бесплатно. Пишет Алена Винер, вы можете созерцать любые движения своего тела, чем бы вы ни занимались. Для начала старайтесь сделать все медленнее и созерцать движения тела, как будто снимаете все на камеру, как будто вы оператор, смотрящий на мир сквозь объектив своей камеры. Практиковать можно целый день и не нужно для этого специальное время. Можно и желательно чередовать с медитациями. Ну, во-первых, это уже у нас в ключе один из приемов. Ну, не важно. Ну, это Алене Винер, я пишу. Такое впечатление, что вы никогда не сталкивались с людьми, у которых паники, страхи, боли, к которым все это недоступно. Вам просто никогда не приходилось выводить людей из шока в экстремальных ситуациях, детей и взрослых, после терактов или в самолете во время обморока или при антисредствовой подготовке к военным действиям, а также обучать детей. А ключ помогает это делать, поэтому был использован во всех этих случаях. Создан еще в 81-м году и утвержден Мизраум в 87-м году, когда вы про йогов и медитацию, наверное, еще и не читали. Здоровье вам проводится на нашем канале YouTube регулярно и бесплатно. Вы можете там получить помощь. Например, сочетая два рода движения, и диамоторные, и механические, просто механические повторяемые движения, например, и думая о чем думается, делая как делается, вы совершаете принцип разгрузки, снимаете стресс, и вот он выход на творческое состояние. А если так же делать в деятельности, например, рисовать, думать о чем думается, и делать как делается, будет вашей рукой водить, как Бог. Да, главное не стараться, когда вы что-то делаете. Вот что я ей там написал, и вот посмотрите. Вот я, например, рисовал внучке своей Грете картину. Там я старался. Конечно, я много раз переделывал, много раз переделывал. А недавно проводили мастер-класс, и я показывал Нелли, нашему литературному агенту. Значит, потом получилось, что я ее и нарисовал. А здесь я меньше старался, потому что у меня впечатления были прямо, как говорится, в памяти подсознательной. Здесь я меньше старался, делал как делается, думал как думается в этот момент. Вот понимаете, это же принцип разгрузки. Ну, нигде в йоге этого нету. Там же принцип поэтапного постижения. Сначала учишься ноги складывать, потом дышать, потом психикой заниматься. Да, правда, там есть очень много упражнений, каждый может выбирать себе то, что ему подходит. И медитацию все знают. Это сейчас, кстати говоря, на главных сайтах по медитации именно мои приемы автоматически, в ответ на образ пошла реакция, как вам писал Влад Орлов. Он, кстати, герой нашей книги. Он, кстати, герой нашей книги, которая у меня недавно издана. А сейчас туда попадут и другие герои нашей школы, человек будущего, которые на основе приемов метода ключ тоже создают свои приемы. Сейчас будет новая книга. И вот самое интересное. Делай, как делается, и думай, как думается. О чем думается. И ты, например, переживаешь. Да, не надо прогонять мысли из головы плохие. А надо делать, как делается. Например, шалтай-болтай или вот эти приемы левитации. И думайте, о чем думается. И из тебя все переживания, как через трубу пары, уходят. А если ты это соединяешь с активной деятельностью, у тебя получается вход в так называемое состояние потока, о котором говорил Чинскен Михаил. А когда ты это выговариваешься, у тебя получается эффект психоанализа, когда между словами нету перерывов. Поточная деятельность. Ну где там в йоге это есть? Ну где там в медитации это есть? Чтобы ее применяли для рисования, для физкультуры. А у нас в учебнике для 10-11 классов профессора Анатолия Писовича Матвеева. Саморегуляция по методу ключ. Синхрогимнастика по методу ключ. То есть кусочек метода ключ уже в учебнике. Да? Алена Виннер. Вот такие дела. И вы теперь герой. Если вы не возражаете, я вас в эту новую книгу с вашим именем и фамилией и вашим предложением поставлю. Да. Напишите мне комменты. Да. Хотите, я поставлю. Не хотите, я не поставлю. Без согласования ничего не делаю естественным образом. Но вы очень правильно там сказали. Каждый выбирает на самом деле из йоги, из физкультуры, из других видов деятельности. То, что ему подходит. А это как раз таки главный принцип ключа. Подобрать себе именно те действия, которые синхронны твоему текущему состоянию. А для этого как раз таки нужно. Впервые в мире я об этом сообщил. Что, во-первых, повторяемые движения снимают напряжение. Отсюда пошли четкие повторяемые молитвы, мантры и так далее. И во-вторых, самое же главное, когда ты делаешь упражнения, ты их подбираешь, как говорит Влад Орлов, по скорости автоматизации начатого действия. То есть, к чему быстрее происходит адаптация? Если ты делаешь вот так, за 5 секунд теперь можешь делать на автомате, не задумываясь, думая о чем думается, делая как делается. А это вот так, за 3 секунды, значит, вот это твое. Принцип подбора путем перебора из различных упражнений, из различных видов деятельности, из той же йоги, из тех же поз, из тех же принципов дыхания, если подбираешь по этому принципу скорости автоматизации, значит, подбираешь именно то, что тебе 100% подходит. И поэтому сразу снимается стресс, а если ты в этот момент рисуешь, твоей рукой вел как бог. Да, у тебя все получается лучше. До встречи, друзья.